здравствуйте уважаемые садоводы меня зовут иван русских я приветствую вас на канале про цветок и поговорим мы сегодня о достаточно спорной теме это использование различных ламп для подсветки рассадой ну и в целом растений вообще сейчас в интернете очень много информации разной правдивой или не совсем правдивой или полуправдивой люди говорят о достоинствах или недостатках тех или иных ламп и кто-то из них искренне верит а для кого-то это просто маркетинговый ход поэтому очень важно разобраться все таки какие лампы использовать ну поскольку лампы накаливания уже практически вышли из нашего обихода и никто ими не подсвечивает рассаду мы поговорим о лампах двух типов это люминесцентные лампы которые могут таким уже все привыкли и к фито лампам на светодиодах вообще информации тоже про вот эти фито лампы на светодиодах очень много и в основном все эти лампы хвалят но где же на самом деле правда какие же лампы лучше всего использовать прежде чем говорить о достоинствах недостатках тех и других ламп давайте вспомним что все растения приспособлены на земле для жизни под солнцем солнце у нас испускает свет разного цвета и красный и желтый зеленый и синий то есть весь спектр видимого света который в целом складывается в тот солнечный свет который мы наблюдаем при этом для того чтобы запустить процесс фотосинтеза для того чтобы растения начали использовать свет они должны быть облучены преимущественно фотонами либо красного либо синего цвета на этом и играют производители и продавцы вот таких вот фито ламп они состоят из светодиодов красного и синего цвета в определенном соотношении и спускают монохромный цвет определенного спектра вот такие вот лампы они тоже бывают разные и но несмотря на то что у них записана некая цветовая температура больше меньше вы на маркировке лампы всегда можете увидеть это например 2 700 6 500 там 4 тысячи к букачка стоит это такая условная цветовая температура того спектра который спускает эта лампа все-таки ее спектр гораздо шире и про что говорят производители вот этих ламп и те кто рекомендуют они говорят что вся энергия электрическая которая идет на образование света идет на образование только того света который необходим растению ну а вот эти лампы часть световой энергии тратят впустую и поэтому ну нет смысла тратить на производство света который не будет усвоен растениями энергию и наши деньги на самом же деле это не совсем так ведь как я уже сказал сразу же растения приспособлены к тому чтобы существовать под солнцем тому чтобы воспринимать тот спектр который спускает солнце весь спектр ведь опыты настоящие опыты которые проводятся в лабораториях показали что если мы будем облучать растения светом который на 50 процентов состоит из красного света на 50 процентов и зеленого света то их урожай и их состояние будет гораздо лучше чем если мы будем облучать их только красным светом то есть иногда несмотря на то что растения напрямую фантасинтезе не используют зеленый спектр все равно он растениям необходим для их развития и роста откуда же пошел тот миф что вот такие лампы гораздо лучше чем вот такие это связано с тем что в принципе светодиоды являются более экономными по сравнению вот с такими лампами они просто требуют меньше электрической энергии но если вы посчитаете стоимость которую платите за электричество если посчитаете количество энергии которую потребляют эти лампы а также длительность которую катушка когда вы подсвечиваете растения то получится что разница между двумя этими лампами будет ощутимо примерно через 10 лет финансовая разница а вот что касается эффективности этих ламп для подсветки растений то вот эти лампы даже лучше чем вот эти потому что спектр озвучения у этих нам гораздо шире для того чтобы не ошибиться выборе какие же все-таки лампы вот такие люминесцентно использовать для подсветки своих растений вам нужно все-таки ориентироваться на лампы с максимально мягким светом и лампы с максимально холодным светом а просто белый дневной свет ну стоит избегать для того чтобы точно не ошибиться какую лампу купить еще раз обратите внимание на вот эти вот тысячи которые написаны в цветовой температуре на лампе если они маленькие то есть где-то 2 500 2 700 это очень хорошо свет будет достаточно красным если эти цифры большие 6 500 6 300 6 700 это тоже очень хорошо потому что свет будет достаточно холодным голубым таким а самое худшее как лучший вариант это 4000 но по опыту я вам скажу что даже если подсвечивать четырьмя тысячами рассаду в течение 12 часов обеспечивать им свет с учетом длины дня за окном то все равно эти лампы являются достаточно эффективными и с учетом разницы в цене ну если у вас есть деньги то конечно вы можете купить эти лампы но если вы используете такую лампу короткое время для подсветки рассады а потом вкручиваете куда-то в бытовые приборы используете течение всего года то конечно лучше остановить свой выбор именно на этих лампах спасибо вам большое за то что пришли на наш канал я призываю вас ставить лайки и задавать ваши вопросы и оставайтесь с нами на канале про цветок всего хорошего